всем привет вы на канале наша жизнь в америке не лайфмай лайф я там с катаринкой еду сегодня вернее я тут с катаринкой еду катаринка там прячется немножко сегодня будет маленький влог ответы на вопросы подписчика подписчицы два вопроса небольших один совсем маленький и по моему оба вопроса заданы одни одной и той же подписчицы которую зовут арена привет вам спасибо за вопросы один вопрос такой как сказать совсем простой что у меня написано на той бумажке которая висит над головой не могу прочитать а тут ничего не написано это просто картонка на которую написаны наклеены вернее вот эти вот надписи вот эти надписи значит здесь у меня написано что свободная вай фай зона в общем это для моих пассажиров и написано что целях безопасности для удобства все записывается на камеру и звук и видео в общем это мне очень даже неплохо пригодилась не так давно об этом будет отдельное видео вот принципе это нужная вещь я имею ввиду видеокамера а вайфаем мы иногда пользуются люди вот всех их прикалывает что он есть в общем то это очень хорошо вот собственно по первому вопросу весь ответ а второй ответ вернее второй вопрос был касался авокадо что мы с него делаем потому что много покупая но я не могу его сформулировать не помню вот в общем типа вопрос прозвучить маришка алла а мы гонимся за тобой скоро будем на физкультуре да да ни сюда не хотим давай второй вопрос касался авокадо мы его часто покупаем и вот арина спрашивает что мы с ним делаем как на его готовим и прочие дела да никак на его не готовим на его просто едим вот такой простой ответ на самом деле это конечно интересный очень фрукт он очень полезный и как я его начал есть это действительно интересная история сейчас я вам ее расскажу ну и потом расскажу как мы его употребляем в пищу вот значит когда еще работал на мувинге я уже был форман драйвер поехал я на какую-то работу мне дали хелпером и в общем это был такой худенький худенький парень его даже молодым человеком не назовешь лет ему наверно было так я думаю 20 может два плюс-минус туда-сюда скажем около 20 лет а может и больше просто на больше он не выглядел потому что он был совсем худой вот с маленькими плечиками с тоненькими ножками с тоненькими ручками в общем в мувинге ему делать было нечего ну речь не о нем об авокадо так вот мы значит на базе садимся в машину выезжаем вот такой типа а ты позавтракавший а то мне позавтракать надо я вот это голодный приехал на базу но я-то позавтракавший я всегда дома завтракал перед работой хорошо говорю давай куда заехать в пиццерию там в этот 7-11 обычно ребята заезжают мне говорит давай заедем в магазин я типа вегетарианец и такое не ем я там в магазине должен что-то купить хорошо какая разница вегетарианец заехали мы в магазин по-моему это был неважно какой-то магазин был в общем я постоял его подождал немножко приходит значит мой хелпер со своим завтраком значит из завтрака у него был такой вот один небольшой йогурт по моему 300 граммовая баночка авокадо и ложка я такой смотрю чувак что-то делать он значит мы все и мы поехали извините будь здоров спасибо вторая волна пошла какая-то у нас короче по насморку вот он значит что делает он достал ножик почистил пол он разрезал авокадо пополам и так вот держит его половинку одна значит косточкой осталась одна с этой ямкой от косточки но кто резал знает кто не резал наверняка видел может быть где-то как его разделывают несут как яблоко разрезал пополам и держит так эту половинку и ложкой начинает значит вот так вот зачерпывать его и есть для меня это была такая дичь редкая вообще потому что она на вид было такое вот похоже как масло пока по консистенции плод сам по себе уже был достаточно коричневый он значит получается когда коричневый становится мягким и его можно вот так вот ложкой брать и реально было похоже просто как будто он ест масло потому что она на вид жирное такое мягкое как растопленное масло и он его ложечкой значит начинают рубать я такой в шоке от всего этого происходящего я его не ел от авокадо на тот момент как он эту жирную массу вообще без хлеба ест вот я так посмотрел посмотрел а потом мы постоянно находим магазин а но постоянно продается мы решили его попробовать попробовали и оказался очень прикольный фрукт я слышал о нем что он очень полезный я не стал правда изучать там интернет что в нем полезного просто слышал что полезный я думаю если кого-то интересует на что он влияет или чем он там помогает это все можно посмотреть где-то в интернете единственная скажу что я его ем практически каждый день половинку бывает там в неделю день-два может выпасть может день-два в две недели когда его у нас дома нету там магазин не сходили и закончилось и еще что-то вот ну чтобы я заметил чтобы у меня в организме что-то изменилось чтоб я вот прям почувствовал опытом у меня там начали волосы шелковистые расти там блин или еще там что-то ничего таких изменений каких-то конкретных я не заметил вот ну просто он мне нравится вкусный и все я довольствую с тем что я знаю что он полезный я довольствую с тем что он мне нравится я его ем маришка тоже ну где-то может год назад присоединилась ко мне сразу она его не употребляла в пищу вот потом она тоже там что-то где-то услышала или попробовала и в общем ей тоже стало интересно и нормально стала кушать вот а сейчас мы ее заберем и она если сможет расскажет она сегодня приболела немножко если нет то я расскажу тогда что мы из него готовим привет что почем хотите короче она принялась всего класса только две работы я уже начинаю думать знаешь что не группа ли я сделала что на весну ее класс я вы понимаешь это у меня там еще больше гормональные перестройки выжили на том классе на котором думали что почему они выживают и сейчас можем не выжить ты хочешь запилить свой влог или продолжим мой у меня блок провока нам задали вопрос что мы с ним делаем и как мы выйдем мы его мажем режем будем про него рассказывать студента потом запишем куда-нибудь вообще написать или у тебя есть что-то интересное не на только что интересного она посмотрела вот ну ладно это было лирическое отступление в общем наверно первый раз я его начал есть когда в каком виде я смешал его с курицей или с яйцом самый первый раз мы попробовали авокадо на второй или третий день на моей флешке это стернуть потому что здесь дополнительный винчестер хорошо что записывает блок я узнал очень много но мы только вы приехали потом эрик с супругой уезжали отдыхать мы соответственно тоже с ними поехали отдыхать и они утром рано принесли нам и ольга говорит такая типа вот попробуйте туда-сюда вам понравится у нас как бы своего там особо ничего не они нам о какой-то еде для нас позаботились именно когда мы приехали на отдых туда пока мы там разобрались что где покушать как вот и мы там попробовали мне она вообще ничего никак не понравилось а ты его ложки пытался так вот как бы кушать я вашего я только что рассказал что я узнал как его ложки где ты меня чуть не вырвала в машине видимо то что ты себя вспомнил вот это вам что-то с ним попытался в общем есть и рассказывайте короче записывайте влоги или видео для себя иначе будет вот так кто-нибудь у вас спросит а вы начнете что спросить у меня я вам расскажу как на самом деле и короче мы с ним познакомились и и потом некоторое время не ели пока вот не случился тот случай про который я рассказывал что один вегетарианец у меня в машине ну так вот так вот хорошо тогда этот первый раз мы забудем его как будто не было вот когда его слегка сереже делать периодически судя по всему когда я его съел я его наверно с яйцом начал первый раз есть я его размял вилкой с яйцом смешал в такую фаску ты помнишь это или с курицей смешал первый раз я помню хорошо что я миша и с яйцом из курицы это было очень вкусно в общем авокадо может быть либо зеленый либо коричневый так по цвету скажем до крайняя стадия незрелости это он зеленый очень твердый его тоже можно есть но если он совсем твердый то он конечно ну вы будете его грызть это невкусно надо чтоб зеленый такой слегка слегка подбуревший он тогда вот будет мятенький можно чуть-чуть твердоватый в общем его пощупайте когда он такой вот чуть-чуть прогибается под пальцами тогда классно если совсем не прогибается его надо положить либо с бананами либо с яблоками либо еще с какими-то фруктами чтобы он полежал денек другой немножко так вот подбурел а когда он совсем коричневые скажем так это хорошо но если он коричневый вы нажимаете и пальцы уже назад вернее вмятины эти не возвращаются то его лучше не брать или выкинуть потому что там будет каши и скорее всего каши это уже испортил а можно не просто попросите разломать косточку достать и косточку писать да сначала их надо пособирать потом вам жена валит за то что вы их собираете потом белка придет их выкопает из того места куда вы их посадите жена вам еще раз валит а потом у вас вырастут небольшие деревца и потому что они случайно пережили зиму и выросли ну вот я уже рассказал вот поэтому в общем если вы надумаетесь его купить попробовать что если он будет такой вот слегка коричневый короче что я вам рассказываю вы всегда видите наши влоги и видите если они зеленые я говорю зеленые что их надо дозреть или я говорю что они классные вот когда я говорю классные вот такие надо покупать и в общем получается такой вот прикольный значит салат первое сделать яйцом из курицы или по раздельности или нет это была такая масса я ее так ел вкусно и наслаждался вкусом это было классно вот а потом маришка стала делать с ним всякие салаты в основном мы его употребляем в салате или иногда я могу себе его так нарезать вот вернее не я могу а маришка может мне его нарезать такими дольками ну там какому-нибудь блюду там я не знаю почему угодно его можно с кашей можно чем угодно его есть вчера вот у нас пюре картофельное было я так подумал еще по авокадо и так вот на мяч но это уже было после ужина я просто воровал картошку тихонько обманывая всех и себя что я тебе не ем ну в общем все что съедается на кухне стоя возле плиты это не считается но на самом деле потом она утром вылазит на весах так же как конфеты которые едятся на кухне когда никто не видит это тоже не считает так вот почему у нас конфет нет теперь я знаю потому что это не считает потому что и кто-то не считает вот ну значит салаты из них могут быть всевозможные типа вот скажем начиная с двух компонентных типа авокадо а я могу сказать еще одно просто которое у нас ребята приносили на совместную вечерину то просто нарезано авокадо квадратными кусочками и все да это однокомпонентный салат вот можно сделать его с огурцом можно сделать с помидором можно сделать со всякими листьями салата там капусты можно все эти помидоры огурцы капусты салаты сельдереи все остальное что маришка мне делает эти вот оливки которые мы очень полюбили в америке все это собрать в одну кучу с авокадо смешать и это очень классно и причем классно получается если авокадо как я вам сказал твердоватый в этом салате это один вкус салата если авокадо попадет вот такой мягкий даже близко к совсем мягкому это вообще совершенно другой вкус салата картошка вареная жареная просто куска и такой вкусный получается этого када размазывается это получается такая вообще весь вот то есть в салатах можно а потом еще можно сделать гуакамоле это такой вот я мы считаем наверно мексиканский такой вот замут который идет очень хорошо созревший перезревший вот этого кода который прямо разминается вообще в очень жидкую кашу в него добавляются мелкорезанные помидоры и опять же там как говорится на вкус что в холодильнике есть огурец лук чеснок новым мексиканцев он вообще такой острый получается жгучий да да и все это перемешивается получается вот это гуакамоле они его едят обычно больше всего конечно авокадо потому что это должна быть такая зелененькая масса приятная красивая вкусная вот и их можно вот с этими кукурузными чипсами прямо так зачерпывать или чипсами или ложкой и так наваливаешь так и очень вкусно но это получится у вас полноценный ужин обед или завтрак потому что короче если вы будете слушать про авокадо там он и калорийный не калорийный он и похудеть помогает и потолстеть помогает поэтому если такой вот салатик завалить хорошую пиалку чипсами то можно и прибавить неплохо в весе поэтому надо тогда значит вот это поел и все так вот как бы похрустил чипсами и хорошо не надо потом еще съедать картофан с котлетами суп с хлебом и компот это просто вот будет такой обед ну вот и все что ты еще можешь сказать ты начала есть его не больше года назад да периодически три раза не сильно подъедать ну вот обычно по утрам салат с авокадо теперь есть вот ну на самом деле это конечно с одной стороны очень вкусный и полезный фрукт с другой стороны конечно он большинству слоев населения наверно в беларуси недоступен потому что это какая-то диковинка я не знаю сколько он стоит ну мы его никогда не покупали живя в беларуси потому что это наверно было выше средней какой-то ценовой категории плюс это какая-то дичь такая вот который непонятно с чем и зачем есть то есть ну там цели были какие покушать хорошо хорошо покушать можно картофаном с котлетами там с голубцами да то есть чем-то намять набить а это что какие-то извращенства ну на самом деле конечно и когда это можно извращенство есть это но и вкусно и приятные ничего и полезно поэтому желаем чтоб в каждом доме был своего ну хоть иногда можно покупать но вот оливки мы покупали в беларуси только на праздник и по большому счету они служили декорации которую никто не съедал а потом выбрасывали правильно вот поэтому поэтому если там бюджет не позволяет каждый день его покупать то конечно это что поделать ну попробуйте если никогда не пробовали возьмите купить его там однажды на праздник на праздник сделайте просто праздник купить авокадо и колу и чипсы и все это и хорошо ну вот такой вот авокадовый блок ну давай уже говори что там тебя обижали сегодня все такое и не приняли твою документацию она не не приняла она посмотрела и сказал хорошо хорошо и следующих среду с ней вместе и не хватает моих личных каких-то впечатлений короче вы вот видите сзади там стоит такой здоровый пакет если вы его видите в этом пакете лежит картон за 10 баксов который вот так вот раскрывается так как надо показать опа как знаете было в гостях у сказки когда бабушка так ставлю открывал и так опа там рассказывает сказка начала вот марина пыталась сделать такую фигню не ну ты сделала очень хорошо сделала да вчера над этим проектом работала вся семья кроме меня марина руководила катарина наклеивала маришка вырезала антоша все это выдергивал из интернета печатал там то что надо что марина командовала вот результате я был спонсор проект я покупал эту фигню раскладушку вот чертшотка красиво сделали и марина хотела сегодня сдать и уйти с этого урока она блин видите ни у кого нет нет например двух человек в одной девочке подвизы которую я и принципе когда я уже увидела сколько людей отошло от нее с лицом и растерянным я подумала в этой девочке девочки женщины точно потому что она такая она ее называют девочка подвиз и она у нее приняла ее книгу она сделала в виде книги вот тоже как понять если сказали дали четкие купить такую подожди а с другой стороны можно было сказать блин те что не ясно сказали на картонке сделать могла на истикаре у нас вот и одна ну я потом подходил просто посмотреть как вторую работу которую приняли дала она сделана очень так профессионально мне кажется ей может она сама конечно все это так может она до этого блин два семестра на редактора газеты учились да потому что ну прям она выглядит так как будто потому что я тебя подожди ты знаешь на какой-то выставки да ну не студентом скажем сделано это как марине на подружка например она уже учится сколько 7 7 лет она учится 7 лет у нее нет ни должности не специальности как говорится не флага не коня блин выходит не скажешь да и она продолжает не спеша учиться она так учится и учится пока она не знает на кого она учится не определяет какие-то красные вот когда я ей сказал что у меня короче она не спеша набирает этот general education его дополняет какими-то спецклассами эти спецклассы ничем не пересекаются один с другим грубо говоря по ходу она может получить там три-четыре диплома это вот как друг дядя рассказывал когда он тоже там учился и когда он не понял схему на хватало тех классов а когда пришел получать диплом говорит что мне до диплома не хватает его посмотрели все эти блин расписание говорят чувак у тебя уже два диплома давай это получай то есть может быть такое можно это сделать случайно можно это сделать специально можно просто учиться 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 потом подумать блин не ту цель выбрал вот вот как я учился я пошел в энерготехникум закончил его и свободен а тут учишься учишься в этом грубо говоря техникуме энерготехникуме потом будешь приду я не хочу быть электриком хочу быть закручеком увы идешь переучиваешься и все нормально тебе никто ничего не говорит пожалуйста учись это твой выбор так может она я говорю к чему это запела то что она может до этого получилось несколько семестров на художника-оформителя там этого верстка блин газет журналов модных для целей ну прям я говорю она выглядит вот я бы истинно какой-то там любой какой-то хорошую скользкоцентность за его поворачиваем а так я я болею и болею короче мы все болеем я начал первый маришка заканчивает эту цепочку и я походу опять тоже сопли распустил на второй круг не знаю почему потому что на всех кашляют чихают в машине я это все вдыхаю себя и потом тоже вы кашлят пока что еще что на этом на географии а я не знаю ну в смысле как я была там конечно у меня настолько плохо и серьезно чуть-чуть глаза прикрою мне такое ощущение что у меня в сумку я уже так села пишу 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 у нас был страшный ливень и на классе было 7 человек еще при 7 человек а справа у нас магазин люстр в котором идет постоянный сел вот мы как приехали у них написано было сел они только меняют флажки и вот эти вот всякие постеры вывески эти до либо к какому празднику сел либо просто потому что они выгорели и надо пописать как один магазин где мы собирались покупать диван написано все финальная распродажа мы закрываемся и бла-бла-бла было это где-то года два назад надо и мы такие блин пойдем я обычно 6 распродажа то все как бы среди дешевая вы такие пошли ну не то чтобы дорого особо не особо и дешево бросовых цен не было нормальная цена на диван и он такой берите берите типа блин чуть ли не завтра уже все мы закроемся и выкинем то что останется и короче этот магазин успешно продолжает работать по сегодняшний день успешно у них точно так же написано сел распродажи и все дела и короче бизнес нет они даже подчеркивают что они же распродаются бедные никак не могут продать два последних дивана так а что на стадии сегодня выступали другие группы в общем хорошо что мы все-таки обезговорил кто-то в костюмах да по приходили один они договорились и группы мальчики пришли в костюмах в белых рубашках я такая вначале подумаю на свадьба попала случайно заканчиваю очень хорошо конечно тоже сделали они рассказывали о двух у них группа волонтере во в двух местах в саду манхэттен гарден и в в этой самой у нас вердость и хотел оставить во втором месте но так что они успевали и там по волонтере там по волонтере те они такие довольны остались этой работой в парке не в парке в саду в этом и долго рассказывали и говорила что как они вообще вы отушеблены были собираются они продолжают ходить все свои компании они говорят у нас хороший коллектив сражусь они даже договорились они не ходили не так чтобы как я со своей компанией там не видела никого никогда просто приходила в свои часы они именно вот как у них то есть вот еще четверо несколько они должны были с тобой якобы вместе ходить да в идеале чтобы мы там еще и все вместе пересекались я сразу не понял мы должны были в одном месте грубо говоря все вторник и мы все наши читать все четыре человека поперлись в центр но это невозможно кто-то работает учиться классы она сказала что это в принципе но она не будет придираться к тому что не в одно время были но эти ребята ну там ребята такие знаешь по 18 лет они выбрали наверно время знаешь когда у них у всех как раз фортнайт отключают наверное и ходили все вместе играть у них презентация более такая прикольная ну видно что они знаешь что-то как дети чтобы сделали но но выглядели они достойно если бы конечно вы выступали после них вы были на канале все ждем ваших комментариев вопросов и лайков увидимся в интернете бай бай пока-пока